И поэтому мы должны различать, где кармическая деятельность материальная, а где преданность. Человек, через которого проходит энергия Кришны, это только человек, который предался. И не важно, хорошо он играет на Мринанге или плохо, хороший у него лексикон или плохой лексикон, как у него там образование высшее или у него там 7 классов церковно-приходских там каких-то и младшие командирские курсы. Не важно это будет, мы должны научиться разглядеть преданность. А поскольку мы не квалифицированы, вот почему этим занимаются только квалифицированные личности, а не путем выборности, когда невежественные массы выбирают что? Лидеров. Потому что невежественные массы воспринимают все на сентиментах. На сентиментах. И они говорят, несомненно, вот этот человек, мы по голосам, по телевидению поняли, что он истинно верующий. Еще здесь по телевидению, там раз столько народу, кто умеет отрекаться от плодов своей деятельности, различили, кто преданный, а кто материалист. Ну надо же. И они говорят, вот этот человек верующий, сразу видать. Сразу видать, преданный. Худой в очках. Худой, бедный, на него так крикнешь, он сразу плачет. Но видать, глухо преданный. Как в танке. А эти монашки с пистолетами друг друга стреляли. Где они взяли оружие? Поэтому для них Арджуна страшная личность. Арджуна чистый, преданный, с луком, гандива, с мечом, на колеснице. Какие-то атомные бомбы кидает, там эти брахмастры, там вивастры, ваястры. У него все летает, полит, всем бошки отрубает. И они говорят, вот ничего себе монахи кришнаицкие. Йо-йо-йо-йо-йо. Осторожно. Осторожно, красный свет, кирпич. Они не могут понять этого. И мы двигаем все это точно так же. Мы прославляем разные материальные качества человека. И высмеиваем его необразованность. Высмеиваем его, может быть, не аристократическое рождение, что он ботинок, валенок. И все тут, о, он ботинок, что с ним разговаривать? А мы аспиранты, мы на ты с ним. Но преданность человека без сомнения остается для меня лично. Поэтому, насколько я лично вижу что-то, я пытаюсь занять этих людей в соответствии с их глубиной веры. То есть, с их преданностью. И мое мнение, что надо делать таких людей руководителями всегда. А не те, кто хорошо владеет языками, политикой, гении политики, дипломатии, игры-игры на мринданках и в безгармониях. Все это бы хорошо было бы, если бы они еще и были преданными. Я не знаю, куда бы мы укатились тогда. Но, видя, что они все делают по собственной прихоти, никто не дает им ухазания, все дают лишь им санкции и свидетельства. Это еще не значит, что они были на Даршане у Гуру 563 раза. Я, когда начинаю общаться с их духовными учителями, именно их духовный учитель говорит мне, что я ему этого не говорил. Он попросил у меня разрешения на это. И я ему дал разрешение. Я дал ему благословление на его желание, чтобы он смог увидеть, что это еще не означает получить Севу, служение. Итак, все ходят на Даршины. Одни на Даршин приходят, я думаю, многим знакомо. Лишь бы попасть на Даршин. Пообщаться с Гуру. Кому знакомо это? Вот честно так. Кому знакомо? Видите, нам знакомо, когда мы просто ломимся к Гуру, потому что мы хотим просто вот возле него побыть и потом выйти так. Попросил меня Гуру. Говорит, кроме тебя нет ни на кого надежды. Ой, такого цирка я насмотрелся. Сам был клоуном. Сейчас, конечно, очень так. Вот здесь чешется сразу. Да, было, было, что. Был неправ, погорячился. И они приходят. Это когда объекты, понимаете, что я с объектом. Там фотографии. Вы видите, вот тот 182-й вот там выпрыгивает. Это я. Гуру. И там я. И все сфотографируются. Давайте сейчас сфотографируемся. И все. Итак, вы можете понять, что это. Это еще не означает, что это все мода. И потом всем показывать. Естественно, а те, кто на таком же уровне, они начинают думать, нифига себе. Нифига себе. Конечно. И они фотографии со священных мест. Это я. Это я возле храма Джиганадхи. Джиганадхи за мной. Они там. Я из него вышел как раз. И так далее. У них куча альбомов. Куча всего. Куча милости. Они хотят раздавать милость. Они столько служили. И нифига никому не нужна их милость. Теперь они раздают милость. Потому что они. Милость надо получать из рук. Милостивой до личности. Бакта Корунья. Имена о них пишет Шрила Вишванадхача Кравархи Тхакур. Что милость Кришны. Милость Кришны надо понимать. Как милость преданного. Бакта Корунья. Коруньям. Помните, да? Кто Садху-то? Титикшам Вакаруником. Садху. И теперь я. Молись за меня, Ирод. Итак. Угощать и быть благодетелем. Это разные вещи. И тот, у кого зрение наметанное. Он. Другие глаза. Он смотрит глазами знания. И видно сразу, как человек вам милость дает. Как он на Даршины ходит. Потому что он стремится сразу же это же вывалить. А поскольку вываливает он свой уровень. То уровень сразу понятен. Пропадок говорит, как только открывает рот, сразу все понятно. Итак. Потом что? Это уровень объектов. Сколько раз он видел Гуру. Сколько раз он с ним рядом стоял. Сколько раз ему удалось стырить что-то на старелке. Сколько раз там. Это сначала все. И сколько фотографий, где он запечатлен вблизи очага. Вблизи очага. Это и все. И естественно все, кто точно такой же. Они думают, вот ничего себе, сколько раз он возле очага был. И все это выставлено в галереях разных. Ну вы сами понимаете. Потом. Следующий уровень. Я должен это Гуру сказать. Что? Что у меня вожделение. Я должен Гуру сказать, что я решил. Жениться. Итак. Теперь Гуру свидетель. Кто свидетель? Я свидетель. А что случилось? Это Гуру для них. Теперь они приходят Гуру засвидетельствовать, что они решили жениться, уехать, переехать туда-сюда. И они свидетельствуют. Так, Гуру. Ты уж давай держись. Парень. Ну я уже перерос этот храм. Тут все они балды. Почему ты перерос? Ну я так не буду говорить, что перерос. Просто здесь я уже не вижу авторитетов. Пока был идиотом, конечно, видел авторитетов. Теперь стал продвинутым. И все вижу, что здесь одни балды. Вот в том месте пару авторитетов я вижу. Поеду в то место. И так они начинают переросить. Они засвидетельствуют. Потом, когда здесь уже нет авторитетов, тогда где они? За рубежом. За рубеж надо ехать. За рубеж. И за рубежом они где? Ну понятно где. И там они за рубежом живут. За рубежом едят. За рубежом пляшут. За рубежно поют. За рубежно играют. И за рубежно мысли. Они вдруг там вспомнили, что они в прошлой жизни тоже там за рубежем жили. Они вернулись на свою старическую родину просто. И так они начинают. Потом они начинают приходить к гуру и говорить, что бы они могли для него сделать. Следующий. Более продвинутый. Они говорят, гуру, знаешь, что мы можем для тебя сделать? Ее родная мама не узнает. Мы для тебя сделаем то, чего родная мама не узнает. Мы тебе дворец ради изучения Багавадгиты построим себе. Мы тебе построим дворец ради Багавадгиты себе. Мы тебе будем возить на самых красивых машинах для себя. Мы, ну это я так расшифровываю. Мы тебе сделаем такой бассейн, по которому ты вообще, если поплывешь, не доплывешь. Без трансцендентального знания. Ты не успешно переправишься через этот бассейн. Он тебе не с размером копытца и шака. Или кого там, телака. Это будет океан трансцендентального нектару. То жидко према. Специально воду завозили из Радхокунды. И так они начинают гуру рассказывать, что они для него хотят сделать. Вы разве не видели, какое мы кофе вам построили, где мы теперь тащимся? Ой-ой-ой, вы не видели, какое кофе мы вам построили. Теперь нас там так прет. Мы теперь там так велики. Там бабки, детки, маньки, шлюмки, фашки, фисташки. Все там. Да. И происки имперсоналистов нам мешают. Потом они приходят и говорят. Так очень скромно. Очень смешно. Это следующий уровень. Более продвинутый. Он дальше продвинулся. Теперь он приходит и говорит. Что бы вы хотели, что бы я делал? И гуру начинает им говорить. И они очень сильно осознают, что они этого сделают. Не смогут. Но они кланяются и уходят. Но до этого, когда они рассказывали все гуру и просили санкцию, санкцию они принимали не просто как благословление, а как наставление. Вот как приятное они путают с полезным, точно так же они санкцию путают с наставлениями. И они выскакивают и говорят. Гуру мне сказал строить кафе для него, в смысле для себя. Гуру там будет тащиться. Я за него, в смысле. Потому что я его представитель. Пусть гуру представляет, как я там тащусь за него. Чисто по духовной энергии. Итак, это так происходит. Потом он начинает приходить и говорить. Что бы вы хотели, чтобы я делал? И гуру там столько наговорит, что он хотел. Он думает, елки, откуда у него столько желаний много? Как-то желание контролировать надо, что ли? Или как-то немножко как-то сдерживать, что ли? Как-то должно же быть медитативное состояние. Какого-то одно желание. Не поймешь, то это желает, то это. И он так говорит, не, я не могу это делать, потому что там жена, дети, у меня геморрой, песок в почках, ну и так далее, чесотка, ну что-то еще. У простых людей простые болезни. Белая горящка, чесотка, геморрой. А как интеллигенция, все у них там расширение коронарных сосудов. И человек вспоминает, что дом родной там, то есть он начинает жаловаться, что у него больные кости, что неплохо было бы, так сказать, отправить его в Вриндаван на лечение, изучение камней там или что-то еще. И так он приходит спрашивать, что бы вы хотели, но он не делает этого. На следующем этапе он приходит. Говорит, что бы вы желали. И он начинает делать именно то, что хочет гуру. И так, как хочет гуру. Потом он приходит и делает все то, что хочет гуру. И так, как хочет гуру. И хочет этим его удовлетворить. То есть доставить ему радость этой деятельностью. То есть сделать это так, чтобы он был рад, а не просто удовлетворен. И вот там говорится, что надо радовать гуру. А не просто удовлетворять. Радовать. Тот, кто радует духовного учителя, обеспечил себе место новой кунтки. Тот, кто огорчает, даже не знает, какую участь себе уготавливает. И так, это также квалификация. Поэтому, если человек очень много общается с гуру, фотографией, это еще ни о чем не говорит. Мы можем видеть, как человек действует по указаниям гуру. Что он делает, какую миссию он для себя избрал. Иногда в человека вкладывают знания, все. И когда он всему обучился, он, что? Его гуру мог ему говорить. И теперь он все, всему научился. И не стал служить этим в миссии духовного учителя. Еще так бывает. И так, разные уровни, разные уровни квалификации, взаимоотношений. Между преданными. Также связаны с этой квалификацией. И если человек не прогрессирует по-настоящему, не видит этого, обманывает себя, то ему придется обманывать всех окружающих. В шастрах об этом и говорится. Когда человеку удается обмануть себя, он приступает обманывать окружающих. И он сам, это что интересно, достигает в этом успеха.